Юрий Шмилич, он великолепный был продюсер, это наш учитель. Это человек, которого мы очень любим и уважаем. В офисе главной заставкой, во всех наградах стоит его фотография. Это как память о нем, память о человеке, который открыл Диму, который любил Диму, который верил в Диму. Потому что мне достался уже артист. Он не хотел ошибаться. И он доверился мне, потому что он чувствовал, что я такой же... Амбициозный, такой же креативный, такой же рисковый человек, как он. И мы шаг за шагом начали с ним нашу новую жизнь. Это первая песня «Я тебя помню», посвященная Юрию Шмиличу. В небе загорится новая звезда Яркий луч ее слетит ко мне в ладони И, возможно, ты почувствуешь тогда Я тебя помню Я тебя помню Яна Рудковская, очень хороший менеджер, никакой не продюсер, а просто менеджер. И никакая Рудковская не продюсер, она просто администратор. У нее очень неплохая продюсерская работа, но просто Яна не музыкант, Яна не человек, который получил 7 Грэмми, которая может сесть с ним и сказать, «Дима, мне кажется, что вот сейчас нужно вот эта песня, или давай поехали, я тебя посажу в студию к Элтону Джону, ты у него посидишь месяц и поучишься, посмотришь». Понимаете, даже при всей возможности Яны нет ключа посадить Диму в дом к Элтону Джону, чтобы тот получил своего Элтона Джона какому-то мастерству. Всю критику, которая идет в мой адрес, я ее воспринимаю, я ее понимаю, я даже понимаю, с чем она связана. Я просто так говорю себе об одном, что нельзя останавливаться, нужно идти дальше. Но я очень хочу, чтобы хоть один продюсер в этой стране просто повторил наш результат. И тогда я сниму шляпу перед этим продюсером. Мы взяли, встретились в Сочи с Яной, Яна долгое время говорила, что она не будет называться продюсером, потому что она не считает это правильным. В какой-то момент я сказала, давай, пожалуйста, давай называй себя продюсером. Так и пошло. В принципе, она очень много креатива внесла. Я знаю точно, невозможно и невозможно Сойти с ума влюбиться так неосторожно У нас действительно необычный клип, он не совсем похож на предыдущие клипы Димы. Он очень энергетический, он очень хороший, потому что мне кажется, что совершенно другая концепция. И песня «Невозможная и возможная» говорит о том, что и Дима может быть совсем другим. Дима продался рекордным тиражом. Всего за два месяца мы продали 400 тысяч дисков. Я представляю, сколько бы продалось, если бы не было пиратского рынка в России. Борт Мюзик и Орс приближался. Почему бы и нет, почему бы и не попробовать, и когда узнали, что будет Майкл Джексон, когда узнали, что будет Бьонс, Нелли Фортадо, с таким составом участников, просто было необходимо Диме выступить. И это как бы еще очередная заявка на то, что мы делаем все не просто так, а то, что мы заявляемся, что у нас начинает интернешнл история, и что мы так серьезно решили покорять запад. У него был очень плачевный опыт в 2005 году, когда он не выиграл отбор, когда Наташа Подольская победила, и в 2005 году он проиграл. Конечно, понятно, что он был к конкурсу настроен очень критично. Он как-то вот именно расценивал это не как участие в конкурсе, а как какой-то вот такой серьезный шаг в своей карьере. Он был такой человек, который, артист, который хотел поехать на этот конкурс, но не знал, что ему ожидать в этот конкурс. И, конечно, как любой артист, он хотел победу. Когда мы в 2006 году приехали, он купил книгу за всеми победителями конкурса за все года. И там, значит, был 2006 год, и он берет фломастер, и что он там пишет? Я вот так подписал внизу, 2006 год, Дима Билан, песня «Невел и Фигол». И положил это под кровать вечером буквально перед финалом. Вот. И буквально, буквально полшага меня отделяло от побед. Конечно, у него было безумное разочарование после 2006 года. Безумное какое-то, знаете, разочарование не в том, что он кому-то проиграл, а в том, что он говорил, ну почему я проиграл именно этим лордам, ну почему я не проиграл супервокалисту, какой-нибудь там сумасшедшей красивой балладой или каким-то потрясающим душесчипательным номером. А я проиграл именно вот этим монстрам. И тогда мы начали говорить, Димочка, ну вот ты понимаешь, что ты вот среди людей, ты первый, а среди монстров вот там, ты второй. Вот она стоит зеленая, видишь, окислилась. Ощущается такая мощь, да, вот эта просто, такая мощь этого государства. Конечно, статуя свободы. И после того, когда они видят статую свободы, они реально понимают, что они свободные люди. Вы знаете, что у тебя сегодня концерт по этому году? Нет, не представляю. И я не представляю. Да, и все, и все, и все. И я в чем. Дима, он на самом деле разный, не только разный, там, в своих, там, в своем каком-то там внешнем виде, да, там, часто меняет свой имидж, свою прическу, там, свой стиль. А Дима меняется и в музыке. Я решила привлечь Яну для съемок клипа, потому что, мне кажется, ей прекрасно подойдет отведенная ей роль. Роль главного менеджера клуба, она стоит у дверей, решает, кого впускать, кого не впускать. Она управляет этим клубом. Было нужно кого-то искать на эту роль. И видеть меня, Труди сказала, что вот-вот, она точно, она точно подходит, и она должна играть эту роль. Ну, собственно, в жизни она занимается тем же самым, она фактически менеджер всего этого проекта. Поэтому, я думаю, она прекрасно справится с этой ролью. Потому что именно эту роль она играет в реальной жизни. Мне очень нравится оперативность работы. Англичан, американцев, они просто молодцы. И то, как они все это делают, качественно, поминутно. У каждого по 5-6 помощников. Действительно здорово. У него было все. Слава, успех, потрясающие песни, потрясающие хиты, любовь. Всего народа. У нас просто народ любит обиженных, оскорбленных, там, пожалеть и все. И он был национальным героем. И я ему сказала, вот тебе не хочется посмотреть, вот я хочу посмотреть, что будет, если ты займешь первое место. Он говорит, да мне кажется, такого никогда не будет. Был очень большой рейд в 2008 году. Очень большой рейд. То есть никто не верил в нашу победу. Мне все звонили, мои друзья, продюсеры там, тот же Иосиф Пригожин. Он звонил и говорил, Ян, ты понимаешь, что ты входишь в одну реку дважды. И ты не понимаешь, что ты... А если ты привезешь третье место, пятое, десятое, что будет с тобой? Тебя же разорвут в этой стране. Дима же вот крест поставит на своей карьере. А я говорила, нет. Я уверена, что он победит. Игровидение – это прежде всего конкурс. И как любой конкурсант, Дима, в тот момент, когда он конкурсант, он не Дима Билан. Он просто участник этого конкурса. Он также имеет те же репетиции, у него нет никаких привилегий. Но то, как он это делает, то, с каким удовольствием он это делает, с каким чувством азарта и чувством победить он это делает, это просто смотреть со стороны и поражаться умению этого человека побеждать. И то, что была приглашена вот эта команда в виде Жени Плющенко, в виде нашего общего друга Эдвина Маркона, это идея, которая вот родилась вот мгновенно, когда я поняла, что он выиграл в национальном отборе. Я сказала, Дима, это должно быть нечто, то, чего не было никогда. Это должен быть айс, спорт, это должен быть фигурист Евгений Плющенко, всемирная звезда, да, мировая звезда. Должен быть скрипач, не просто скрипач, он должен быть со скрипкой и страдиварией. И все это должно быть вот на одном дыхании, как одна команда. Когда нам ломали лед, когда нам ломали замки, когда нам меняли номер, когда у нас была такая ситуация, когда нам все полностью поменяли, все поменяли. Нам не разрешают большую, объемную декорацию. Но я чувствую свою душу, что если я буду просто сидеть босой на коленях, на языке сцены, со мной будут рядом мои друзья, будет скрипка страдивари, будет великий Евгений Плющенко рядом. У меня нет права не победить. Вот у него был такой настрой. Перед самым финалом, за 10 минут, я взяла его за две руки и сказала, Дима, нам нужно победить. Ради того, чтобы все враги поняли, что ты самый лучший. Ради моих детей, ради твоих родителей. Ты должен выиграть. Это очень важно. Ты должен показать, что Россия может быть первой. Ты, безусловно, фухварель, у тебя замечательная песня, замечательная команда. Ты должен сделать то, что еще был должен забрать в 2006 году. У тебя есть на это все. Теперь нужно только в это поверить. Тебе как в песне поются? Верь мне, и все произойдет. И, вы знаете, он поцеловал мои руки, у него были страды на глазах. Он сказал, Ян, я буду бороться за Россию, я буду бороться за наше с тобой лицо, за наше с тобой имя. И самое главное, я хочу победить для того, чтобы хоть раз ощутить, что это такое. Что же это за победа, когда он спел, это было понятно, что это победа. Рассачий Историй 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 Исланд哲 eens.